Здравствуйте, я Войн Григорий Вячеславович, председатель инициативного комитета первично-профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов Фонда Рабочая Академия. Также у нас здесь присутствует именно президент Фонда Рабочая Академия и вот у нас сейчас будет именно разговор по тем слухам, которые сейчас распространяются о Донбассе, что в связи с изменениями какими-то в Рабочей партии России, Рабочая партия России перестанет помогать именно рабочему движению в Донецкой Народной Республике, перестанет помогать шахтерам. Также я вам напомню, что я являюсь сопредседателем независимого профсоюза шахтеров Донбасса и являюсь членом Рабочей партии России. Также Попов Михаил Васильевич, он тоже является членом Рабочей партии России. Вот сейчас об этом мы и поговорим с президентом Фонда Рабочая Академия. Значит, здравствуйте, товарищи. Хочу сказать, что именно вот в этом зале, в присутствии товарища Васьковского, товарища Бобинова, обсуждался вопрос о том, как проводить и какие действия проводить в Донбассе. То есть для того, чтобы действия были успешными у рабочих, чтобы рабочие не просто там боролись, а выигрывали, а это, наверное, важно, потому что борется много кто, а выигрывает мало кто. Для этого нужно было хорошо это продумать. Поэтому весь этот вопрос обсуждался. И было принято решение, в том числе, при том, что здесь присутствовали и другие товарищи, которые занимаются рабочим движением, что нужно сначала, для начала освоить те действия коллективные, которые можно делать в рамках буржуазной законности, чтобы нельзя было людей хватать, наказывать, сажать или тем более какие-то меры принимать, чтобы это было все строго по закону и от этого невозможно было укрыться. То есть такими действиями было определено, является приостановка производства до выплаты зарплаты. Это приостановка. Если брать ее, как она записана и в российском законодательстве, и в законодательстве ДНР, и ВНР, она связана, так сказать, с единицей, с индивидуумом. Вот, я сказать, вы можете остановить. Но, наверное, вы понимаете, что если один шахтер остановит что-нибудь, он будет поддаваться давлению, его выгонят, его, может быть, и уволят, и так далее, и могут принять и другие меры. А вот если мы эту же самую тактику применим коллективным образом, то есть сразу не только целая бригада, а целая шахта одновременно пишут заявление. Заявление о том, что я такой-то, такой-то. Приостанавливаю. Не останавливаю. Мы на этом акцентировали внимание. А приостанавливаю свою работу до выплаты зарплаты. Тогда по закону мне должны выплатить зарплату. И более того, письменно мне указать, когда будет выплачена зарплата, тогда на следующий день я могу выходить. Или в этот день, когда она выплачивается. С утра получил деньги и сразу ее работать. Сейчас по этому плану идет шахта Петровская, чтобы все знали, сейчас она как раз и приостановили люди работу до выплаты зарплаты. Ну вот я хотел бы обратить внимание всех, что после этого фонд Рабочая Академия, соответствующие ролики записал, в которых участвовали Васьковский, Бобинов, я участвовал на канале фонда Рабочая Академия. И особенно активно мы с Васьковским выступали во время таких действий, которые провалились на Никанор-Новой и на шахте Комсомольской. И это очень легко проверить, достаточно посмотреть и увидеть, что выступал Александр Евгеньевич и я. А потом, когда победа была добыта по этим шахтам, мы собрали еще, добавили товарища Фурсу, товарища Герасимова и вместе всех людей поздравили. Но в промежутке, например, были выпущены две газеты. Газета одна называется «Народная правда». Там были специальные подборки, посвященные борьбе шахтеров Донбасса и соответствующие рекомендации, методические, как действовать, и «Правда труда». И хочу проинформировать всех товарищей, чтобы они знали, что вот эти газеты «Народная правда», «Правда труда» и спецвыпуски «Шахтер Донбасса», они выпускаются. Не за счет, к сожалению, профсоюза «Шахтер Донбасса», потому что во всех профсоюзах без исключения есть взносы. Эти взносы собираются для того, чтобы создать коллективную борьбу. А тут рабочая партия России выделила свои деньги, которые собираются по группицам, по взносам наших членов партии. И на эти деньги выпущены эти газеты. А если бы этого не было сделано, то можно составить хорошую газету, и ничего, и будет маленький тираж, и никто ее не увидит. А наш канал фонда «Рабочая академия», он тоже регулярно эти вещи освещал, и будет освещать и газета «Народная правда», по всем вопросам, которые будут связаны с борьбой «Шахтер Донбасса», будет выступать. И гарантия является то, что я не только президент фонда, но и главный редактор газеты «Народная правда», она может выпускать не только выпуски, скажем, «За рабочее дело», но и выпуск, связанный с шахтами Донбасса, ЛНР и ДНР. И тем более, что у нас есть товарищ Бубинов, который держит руку на пульсе и находится ВКонтакте, и мы всегда можем выступить, готовить соответствующую статью. А наш канал фонда «Рабочая академия» давал материалы и будет давать материалы на эту самую тему. Поэтому мы вас призываем, пишите в наши газеты. Значит, что касается меня, на всех газетах есть мои телефоны, есть мой домашний адрес издателя газеты. Поэтому всегда можно прислать, связаться и с товарищем Бобином, который, собственно говоря, этим и занимается, организацией фабрично-заводских комитетов и запасовочных комитетов на предприятиях. Поэтому можете к нему обращаться. И если есть материалы видео или материалы заметки самих рабочих, шахтеров и так далее, то вот надо слать. Что сейчас, какие задачи перед нами стоят, перед теми, перед кем они стоят. Они стоят перед шахтерами ДНР и ЛНР и теми, кто им помогает. А вот эта помощь необходима, потому что для того, чтобы получилась победа, надо, чтобы средства массовой информации были к этому привлечены, и чтобы в них публиковалось все, что мы, собственно, требуем, и как мы организовываем, и какие советы мы даем, и отвечаем на те вопросы, которые выявляются. Вот все, что будет спрошено, будет отвечено, все, что будет прислано, будет рассмотрено, сделаны соответствующие материалы и так далее. В частности, что сейчас на очереди дня? На очереди дня следующее. Это хорошо, что у нас есть несколько хороших выступлений, но основная масса шахтеров в эту борьбу еще не включилась. И надо сейчас больше акцент делать не на том, что вот победили, наоборот, товарищи эти показали пример. А другие товарищи пока, все, они стоят в сторонке и ждут, а что будет с этими первыми товарищами, ну а что с этими будет? Они получили свои деньги, живут как нормальные люди, а все остальные, которые это не сделали, они не участвовали в коллективной борьбе, Завтра их шахты закроют, потому что план такой у буржуазии, которому никто особенно не противостоит. Ликвидировать государственную собственность, придет новый частный собственник, который скажет, что я никакого отношения не имею к этой шахте, я ее купил или мне ее продали, я сейчас буду платить теперь, а к старым долгам по зарплате они у вас миллионы или миллиарды, я никакого отношения не умею. То есть, если вот сейчас рабочие не схватятся и не проведут те же самые действия, которые делали передовики, я имею в виду и Никонор Новая, и Комсомольская, Комсомольская сделала такие действия, что все получили все, что им должны, все полностью. И никаких препятствий для других организаций нет, наоборот, всех кого-то там хватали, куда-то тащили, всех выпустить пришлось. Поэтому надо понимать, что сила рабочего класса в организме. И опять-таки, что можно сделать, как дотянуться из Ленинграда? Ленинграда можно дотянуться А. Советом, Б. Газетой, В. Каналом. Поэтому считайте, что у вас в Ленинграде имеются ваши товарищи, которые вам, так сказать, будут артиллерией, помогать в качестве этой артиллерии, рассматриваются как газеты и канал Фонда Рабочей Академии. Представляете, если у вас будет ролик записанный, ролик поставим. Вы же помните, когда выступали жены шахтеров, это было вывешено. И были материалы по поводу действий шахтеров, водили каждый день. Так что мы это обеспечим, и это гарантировано. Но задачи стоят такие. Во-первых, надо эти действия продолжать и ускорить, потому что через некоторое время это будет сделать уже поздно. То есть ваши долги испарятся. А раз они испарятся, то есть выражение сделает так, что их некому собственность требовать, потому что изменится форма собственности. Поэтому закрывается это окно, с помощью которого можно получить свою заработную плату. Закрывается. И кто не успеет до закрытия, тот просто проиграл в этом. Когда выиграли те, кто коллективно действовали, а кто ждали, сидели, надеялись и не делали. Все написано, инструкция сделана, как пишется этот документ, это уведомление. Все это написано и напечатано. Но если надо еще раз напечатать, пришлите, мы еще раз напечатаем и так далее. Вот это первое. Теперь второе. Значит, насущной задачей является еще одна задача. Сохранение жизни и здоровья шахтеров. Имеются смертные случаи, травмы, такие условия труда, которые укорачивают жизнь. Я скажу, жить вы будете лучше, но недолго. Вот чтобы этого не было, тут более сложная задача. Дело в том, что требования к условиям охраны труда и техники безопасности, они специфичны для разных шахт, подразделений, отраслей. Поэтому надо, чтобы каждый шахтер, он выяснил, или, так сказать, и его товарищи по бригаде, по шахте, выяснили, какие у них есть документы, государственные, нормативные, по охране труда и техники безопасности, и установили, при каких условиях нельзя вести работу. И в этих случаях вести себя так, как действуют люди, те, которые боятся. Дескать, вот вам говорят, а вы почему остановили работу? Боюсь нарушать закон. Боюсь нарушать закон. Если вы хотите, пишите мне письменно. А когда вы напишите мне письменно, что вы предлагаете мне нарушить закон, я вот это ваше письмо отнесу в прокуратуру, направлю в правительство и так далее. То есть, вот по этой линии надо развернуть борьбу, потому что это вопрос жизни и смерти в буквальном смысле. И в этом должны участвовать все самые рядовые рабочие. Потому что, ну, никто не лучше не знает, какие у вас условия труда, как вот вы сами. Если вы на такой-то шахте, вы знаете, что там отремонтировано, что нет, что болтается, что нет, что прикреплено, а что не прикреплено, что может убить, а что может не убить. Вот докеры, например, я это хорошо знаю, они утром приходят и с утра вызывают инженера по технике безопасности, чтобы он сделал инструктаж, а они обязаны делать инструктаж 20 минут. После этого они идут проверять троса. Вот если, скажем, на 10 сантиметрах есть хоть один обрыв, то, значит, хоть одной проволочкой, значит, все, они садятся и ждут, когда, давайте, меняйте трос. Как же, надо работать, поднимать, вот корабль, корабль пришел, деньги там, миллионы. Вот, да, давайте, поменяйте трос, мы с удовольствием будем работать. Еще и подгоняют, давай скорее. Или не отремонтированная техника, на которую нельзя ехать. Или она грохочет так, что глох тут, вот скажем. Евгений Петрович Чимофеев, известный докер и организатор коллективных действий, она глох очень сильно. И председатель профсоюзного комитета, она глох, потому что выезжая, заезжают в вагон, все это грохочет. А почему? Не отрегулирован там двигатель и так далее. Но это кто может знать? Никто, ни Ленинграда, ни столицы Луганской, ни столицы Донецкой Республики, никто это толком не знает. Это могут знать только сами рабочие. Вот, и надо коллективно за это бороться. Вы, у кого одинаковые условия труда, вы должны сказать, что мы также пишем документ, что приостанавливаем работу до ликвидации нарушений правил и норм охраны труда и техники безопасности. То есть, чтобы вы действовали строго по закону, и тогда вы невыземы. Ну и, наконец, третье. Третье, надо понимать, что рабочее движение, оно должно быть организовано. Никакой профсоюз сам по себе, об этом говорит вся мировая практика, не может организовать рабочее движение. Он разогнали в Америке авиадиспетчеров, взяли всех поувольняли. И заменили на авиадиспетчеров военных. А вот у нас такое не получилось, потому что у нас есть могучий профсоюз авиадиспетчеров, который углавляет Сергей Анатольевич Ковалев. И который сказал, ну попробуйте, попробуйте. Вот сейчас будут, значит, вы поставите вместо нас военных авиадиспетчеров. Они всю жизнь учились тому, чтобы вот две точки соединить. А мы всю жизнь занимаемся тем, что две точки, которые есть в пространстве, разделить два самолётика, чтобы они не слепились в одно. Поэтому вы думайте, а вы потом сядете в тюрьму. Короче говоря, вот задача, которая стоит сейчас, это не ограничится только вот этим. У нас есть заседание Российского комитета рабочих. Об этом в наших газетах и на наших ресурсах написано. Приезжайте, пожалуйста, для советоваться с товарищами. Раз. Особенно те товарищи, которые пополнили свои зарплаты, и теперь они могут, у них есть средства того, чтобы приехать. Если это будут члены рабочей партии России, а мы туда зовём товарищей, в том числе и из Луганска, и из Донецка, вы знаете, что к рабочей партии России отношение такое, что как бы стараются не трогать товарищей шахтёров, которые находятся в рабочей партии России. Поэтому я, как председатель идеологической комиссии Центрального комитета, приглашаю вас вступать в рабочую партию России, действовать совместно, быть вместе с Россией не только, так сказать, душой и сердцем, но и организационно. И если у вас будет ядро на шахте, там на шахте 3-4-5 человек членов партии, это значит, вы всё организуете прекрасно. Поэтому эту линию надо продолжать. И это дело самих рабочих. Мы, как бы в большой России, все считаем, что нужно, чтобы были на фабриках, на заводах, на заводах, на заводах организации, тогда и партия будет сильной, и тогда она сильно сможет помогать рабочему движению. А если это будут только вот такие люди, как я, которые могут посоветовать и дать хорошие советы, вроде полезные, нужные, интеллигенты, то без них, конечно, не обойдёшься, но этого недостаточно, потому что рабочая партия должна состоять прежде всего из рабочих. И у нас такой принцип, устав заложен, что голосование считается пройденным правильно, если... При голосовании было большинство рабочих. Нет большинства рабочих, не проходит. Поэтому, скажем, все наши интеллигенты, которые находятся в рабочей партии России, они признают руководящую роль рабочих, в том числе и в партии. Те, кто не признаёт, мы их исключаем из партии. Вот так обстоит дело. Так что вот такие задачи стоят, и я должен просто честно сказать, что без партии организовать рабочее движение коммунистическое, которое было бы гарантом постоянного улучшения вашей жизни, невозможно. Какие бы усилия тут не были предприняты, не бывает. Всё должно быть... Вот есть такие средства. Вы без ложки суп не поедите. То есть нужна ложка. В политике такой ложкой является партия. Без партии рабочий класс выиграть не может. А и профсоюзы будут гнить и сгниют, если, так сказать, не будет партии, которая постоянно их направляет. Потому что в профсоюзах состоят обычные люди. Обычные люди находятся под давлением буржуазной пропаганды. Поэтому они, если будут, так сказать, только члены профсоюза, и не будет партийного ядра, то такую организацию легко сломать или сломить. А вот, скажем, такую организацию, которая связана с партией, мы знаем на примере нашего революционного движения, мы знаем, что за коллективный договор в лобокинских промыслах боролся товарищ Сталин. За самый первый коллективный договор. Надо, чтобы такие Сталины были на Луганской и на Донецкой земле. Вот с этого я вам желаю, как президент Фонда Рабочей Академии, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права. Ну и обещаю вам помогать во всех сложных и трудных ситуациях. Помогать и лично, и силами, которые есть у Рабочей партии России. Хочется дополнить Михаила Васильевича и подтвердить, да, действительно, в партии собираются деньги, и эти деньги, именно взносы, тратятся на выпуски газет, то есть почти все деньги уходят на выпуск именно газет, то есть деньги собираются с рабочих и идет на выпуск газет для рабочих. Хочу еще расширить этот момент по поводу приостановки работы. Еще очень действенный механизм – это написание актов о нарушениях, которые есть на работе. Естественно, вы проходите все различные техники безопасности, задаете зачеты, вы знаете, что и как должно быть организовано производство, ваше конкретное производство. Поэтому, если вы видите нарушение, нарушение шахты Донбасса там повсеместно, мы постоянно видим эти ролики, когда засыпают шахтера, то, соответственно, собирается три человека, можно больше, просто пишите от руки акт, что есть такое нарушение, подписывайтесь втроем, идете к начальнику участка и говорите, или там смена непринципиальная, кто у вас там ответственный товарищ, подпишите вот этот акт о нарушении на рабочем месте, именно техники безопасности. Если он отказывается подписывать и исправлять, соответственно, подписывайтесь втроем, что тогда-то такой-то начальник отказался подписать данный акт. Эти акты берут во всех судах Российской Федерации и вашей Донецкой Республики. Это является конкретным доказательством. Но после того, как вы придете с этой бумажкой, сразу же вы почувствуете, как бы переменятся именно отношения начальства. Еще один момент, который хотелось бы пояснить. Понимаете, профсоюзов у нас очень много. Очень много профсоюзов, но это не значит, что в профсоюзе все, допустим, из одной партии. То есть в профсоюзе могут быть члены профсоюза различных партий, потому что профсоюз... И беспартийных, само собой. И беспартийных, само собой, потому что профсоюз – это именно сообщество наемных работников по какой-то данной специальности. Например, я врач, соответственно, я состою в профсоюзе именно медицинских работников. Такой есть боевой профсоюз на территории России, который называется «Действие». Так вот, сейчас стоит основная задача перед всеми профсоюзами, перед всеми профсоюзами Конфедерации труда России, Федерацией профсоюзов России. Это переход от сервисности, то есть вот это, когда приезжает кто-то и решает проблему с помощью судов или еще каких-то мероприятий в одно лицо со стороны, именно как сервисный профсоюз. Переход к коллективным действиям. И у вас сейчас как раз такая ситуация, когда на шахтах уже поняли, что коллективные действия приводят к положительным результатам, соответственно, надо расширять, расширять свои возможности. То есть переходить вот при остановке к работе, именно к забастовке. То есть вы уже должны поставить требования, но если у вас сейчас экономические требования, это понятно, стоят на первом месте, то по нашим подсчетам, ваша зарплата должна быть от 100 тысяч у людей, которые работают в шахтах. Поэтому вот они требования налицо, они выполнимы. Сейчас отрасль ваша востребована, сейчас дефицит именно коксирующего угля. И поэтому у вас сейчас все козыри в руках, и поэтому надо уже переходить более активным действием и подписывать на местах коллективные договоры. И вот независимый профсоюз шахтеров Донбасса, соприседателем которого я являюсь, сейчас рассматривает именно написание коллективного договора, такого, который подходил бы более-менее ко всем шахтам. То есть это так называемый проект. То есть проект отличается от коллективного договора. Это тем, что проект – это вот основа, в которую можно вносить изменения. И в ближайшее время, мы поставили для себя срок примерно месяц написания, мы предоставим вам на рассмотрение именно проект для того, чтобы уже на местах бороться, чтобы это был уже реальный коллективный договор. В России есть такая организация, опять же, это докеры наши в Санкт-Петербургском порту, которые у себя уже зарплату по 100 тысяч уже установили в те времена, когда никто о таких деньгах и не думал. То есть если грузчики в порту могут это сделать, почему шахтеры такие организованные товарищи не могут сделать то же самое именно в Донецкой Народной Республике, потому что мы знаем, что такое Донецкая Народная Республика. Партия, именно рабочая партия России продолжит осуществлять именно информационную политику из города Ленинграда, то есть газеты, также каналы будут постоянно говорить о том, что делать, как делать, как лучше поступать, потому что сами знаете, что в данной ситуации именно информации, то, как добиваться того или иного для улучшения условий труда, для улучшения увеличения заработной платы, сейчас этого в открытом пространстве нет, и по большому счету мы являемся единственным источником таким. Ну и сами понимаете, что представители именно членов рабочей партии России не трогают, не только потому, что у них есть канал или газета, у нас еще другие есть рычаги влияния, которые мы в том числе будем использовать в отношении тех рабочих, тех шахтеров, которые вступят в рабочую партию России. Как говорит Михаил Васильевич, то есть только что объяснял Михаил Васильевич, что именно многие профсоюзы без партии загнивают. И это я как представитель, именно как председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций, фабрично-заводских комитетов, это подтверждаю. Партия является тем, именно той организацией, которая может направить рабочих и направляет рабочих в нужное русло при своей борьбе. И еще раз призываю переходить от приостановки работы за возвращение заработной платы к коллективным действиям за коллективный договор. Потому что вы видите, боретесь за один пункт вернуть зарплату за последние два месяца или выплатить в полном объеме. А коллективный договор – это 300 пунктов. 300 пунктов, которые каждый пункт улучшает условия труда, гарантирует выплату заработной платы и тому подобное. И еще раз повторюсь, у вас сейчас очень хорошая обстановка, очень дефицитный сейчас уголь, который в 75%, ну кто-то говорит 70%, кто-то 75% на вашего угля поступает на заводы, соответственно, Украины. Ну и Украина без этого угля задохнется. Так что у вас сейчас есть условия вывернуть руки капиталистам и назначить себе зарплату от 100 тысяч рублей в своей Донецкой республике на своих шахтах. Михаил Васильевич, есть что добавить? Я хочу пожелать вам успеха и понимания того, что для того, чтобы победить, нужно организоваться и потратить на это свои силы, свою энергию и свою сознательность. Побеждают те, кто борются за прогресс. За вами, правда, за вами и истина. Вы, ваша борьба справедливая, а кто ведет справедливую борьбу, обязательно будет, ну конечно, не без борьбы, победителем. Хватит сомневаться, переходите к активным действиям. Спасибо за внимание. Успехов вам!